Псалом 117 Славьки Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. В этом псалме есть следующее изречение, которое обыкновенно поет народ. В сей день, который сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Оно во многих производит восторг, и потому народ имеет обыкновение петь его особенно во время духовного и небесного праздника, Пасхи. Но мы, если хотите, рассмотрим весь псалом сначала и объясним его не со стиха воспеваемого, но с самого начала. Ацы заповедали народу петь этот стих как благозвучнейший и заключающий в себе некоторую высокую истину, чтобы он, не зная всего псалма, получал отсюда совершенное наставление. А нам нужно рассмотреть весь псалом, потому что и в средине его находится важное пророчество. Здесь сказано «Камень, который от вербей строителей, стал во главу угла», что и Христос повторил иудеям довольно прикровенно, потому что они уже пылали гневом, и он не хотел более раздражать их, так как он трости надломленной не преломил, и льна курящегося не угасил, а однако повторил. Итак, рассмотрим этот псалом, как мы сказали сначала. Какое же его начало? «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Представляя благодеяние Божьего Вселенной и непрестанное человеколюбие, которое Он являет во всем, пророк призывает всех к общению в благодарности, указывая на величайшее и главное из благодеяния Его. «Да скажет ныне Дом Израилев, ибо вовек милость Его». Что говоришь ты? Дом Израилев, тот, который многократно подвергался плену, рабствовал в Египте, рассеян до последних пределов земли, терпел бесчисленное множество бедствий в Палестине? «Да», — говорит он, — «израильтяне особенно служат свидетелями благодеяния Его, которых они получали гораздо больше, нежели другие. И самые страдания их свидетельствуют о великом к ним благоволении Божьем. Если посмотреть внимательно, то и из-за пришествия Христова они должны много благодарить Бога. Хотя они потерпели бедствие, но это произошло не от того, кто пришел, а от собственного их неразумия. Он пришел к ним и часто говорил, «Я не послан к иным, но только к погибающим овцам Дома Израилева и ученикам. На путь язычникам не ходите, а идите наиболее к погибающим овцам Дома Израилева и к хананьянке. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам». Он все делал и устроял для их спасения. Если же они оказались недостойными благодеяния, то должны винить собственное нечестие и крайнее неразумие. Да скажет ныне Дом Ааронов, ибо вовек милость его. Здесь он призывает песнопения, в частности священников, показывая, как превосходно священству. Чем они важнее были других, тем больше удостоились чести от Бога, не только по священству, но и во всем прочем. Для них сошел огонь с неба, отверзлась земля, произрос жезл, и множество других чудес совершилось для них, или лучше, за них. «Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость его». Такие люди особенно способны видеть человеколюбие его и во всем познавать благость его. Что значит «ибо вовек милость его»? Это значит постоянное, непрерывное, во всем сияющее и проявляющееся. Если же многие не видят ее, то не видят по слабости собственного разумения. Как больные глазами не видят солнца, потому самому и здоровые не всегда могут смотреть на него по причине чрезмерного блеска. Так невозможно знать вполне всего промышления Божия, потому что величие его разума и премудрости много превосходит понятия человеческие. Притом многие страсти ослепляют неразумных так, что они совершенно не видят его. И, во-первых, страсть к удовольствиям, при которой не замечают и того, что для всех ясно. Затем, во-вторых, невежество и развращение ума. В самом деле, не безумно ли отца, который наказывает сына, одобрять и хвалить, и за это особенно почитать отцом? А на Бога, когда он наказывает за грехи, роптать и жаловаться. Что может быть хуже развращения? Жаловаться на беси, противоположное. То роптать, что Бог наказывает, то, что не наказывает. Когда верят грабители корыстолюцев, то хотят, чтобы они были наказаны. А когда сами грешат, то не хотят. Это знак развращенного ума. Кроме того, в-третьих, люди иногда и не знают, что хорошо и что худо, но ошибаются в суждении о вещах по причине своего пристрастия к озлу и наклонности к порокам. В-четвертых, даже и не помышляют о своих грехах. В-пятых, невыразимо велико расстояние между Богом и людьми. В-шестых, Бог не желает открывать всего и везде, потому что нам достаточно знать и немногие частности. 355. Не должно стараться узнавать распоряжение Божие во всем. Это значило бы домогаться невозможного и совершенно превышающего всякую созданную тварь. А те, которые хотят познать их отчасти, должны быть свободными от упомянутых страстей. И тогда они увидят их яснее солнца, хотя не вполне, а только отчасти, и будут благодарить его за все. 366. Из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Видишь ли благость и человеколюбие Божие? Порок не сказал, я был достоин или сделал добрые дела, но только призвал. И эта молитва была достаточна для избавления от бедствия. Так и об иудеях в Египте Бог говорит, я видел их озлобление, людей моих, и сошел взять их. Не сказал я увидел благочестие народа моего или перемену его к лучшему, но скорбь его и услышал вопль его. Видишь ли милосердного отца, подающего помощь за дни страдания? У людей не всякий сраждущий удостаивается помилование. Часто, видя рабов наказываемыми и переносящими скорби, мы не облегчаем их страдания, представляя великость их преступлений. А Бог избавил здесь за одно страдание. И не только избавил от страдания, но и доставил великую безопасность. И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Страдание для того и было допущено, чтобы страждущие сделались более исправными и любомудрыми. Господь за меня не устрашусь. Что сделает мне человек? Видишь ли высоту духа? Видишь ли ум, так возвышающийся над человеческой немощью, что не обращаешь внимания на всю природу? Это будем и мы не только петь, но выражать и делами. Пророк не сказал, я ничего не потерплю, но не убоюсь, не устрашусь. Что сделает мне человек? То есть, хотя и потерплю, но не боюсь. Так же говорит и Павел. Если Бог за нас, то кто против нас? Хотя бесчисленны были враги их, но нисколько не повредили им. И не крайним им было бы малодушием, пользуясь благоволением Господа, страшиться подобных себе рабов. Но пророк был не таков. Он был выше и недоступнее для подобного страха. Так будем действовать и мы, и не станем лишать себя помощи Божией через страх перед людьми. Это значило бы оскорблять помощь Божию. Так, а из Эки говорится, что он пострадал за то, что когда заходящее солнце поднялось опять на столько степеней, на сколько спустилось. Когда это знамение могло поразить всех приходящих и желавших узнать о нем, он хотел удивить их не делами Божьими, а человеческими, опасаясь нападения врагов. Он показал им свои сокровища, возлагая на эти сокровища свою надежду. Поэтому разгневанный Бог сказал, все будет взято отсюда. То есть, на что ты надеешься, чем гордишься? Так и израильтяне осуждаются за то, что они надеялись на богатство иконей. Потому и пророк увещевал их умилостивлять Бога противным тому и говорит, на коней не взойдем. Осия 14.4 Бог чтит тебя, а ты сам бесчестишь себя. Бог чтит тебя, предлагая свою помощь, а ты прибегаешь к человеческим надеждам, полагаешь надежду своего спасения в бездушном веществе, богатстве. Бог хочет не только спасти тебя, но и сделать это достойным образом. Он очень любит тебя, и потому, отклоняя тебя от всего, привлекает к себе, отстраняя все, ведет к себе. И как бы так говорит своими делами. Во мне полагай надежды свои, и ко мне непрестанно обращай взоры свои. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Видишь ли, как он не отмщает и не нападает сам, но предоставляет Богу отмщать врагам. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Здесь не делается сравнение между Богом и людьми. Но в Писании часто употребляется такой оборот речи и о предметах несравнимых, по немощи тогдашних слушателей. И так он говорит это не для сравнения, а по снисхождению к слушателям. Поэтому и другой пророк говорит проклят всякий, надеющийся на человека. Иеремия 17.5. Нет ничего слабее такой надежды, а не слабее паутины. И не только она слаба, но и опасна. Это знают все те, которые надеялись на людей и погибли вместе с ними. Напротив, надежда на Бога не только тверда, но и безопасна, неподвижна. Не подвержена никакой перемене. Поэтому Павел и сказал, а надежда не постыжает. И другой премудрый. Посмотрите на древние роды и увидите, кто надеялся на Господа и постыдился. Серахов 2.10. Но я скажу, надеялся и посрамился. Не клевящий человек. Не противоречь Божественному Писанию. Если ты посрамился, то, конечно, потому что не надеялся, как должно. Ослабел. Не дождался конца. Стал молодушествовать. Не делай же этого. Но когда видишь наступающее бедствие, не падай духом. Это, собственно, и есть надежда. Стоять твердо среди опасностей. 357. Кто был несчастнее на племенников, ни невитян. Однако они, находясь в самых стеснительных обстоятельствах и ожидая погибели города, не отчаялись. Но показали искреннее раскаяние и тем подвигли Бога отменить приговор свой. Видишь ли, какова сила надежды. А сам пророк, находясь в очреве кита, не вспоминал ли о храме и возвращении в Иерусалим? Так и ты. Хотя бы находился при смерти и подвергался величайшим опасностям. Не отчаивайся. Бог может и из безвыходных обстоятельств доставить выход. Потому и говорит Премудрый. От утра до вечера много бывает перемены, и все быстро проходит перед ним. Стирахов 18.26. Не видишь ли, как вельможа остался голодным при изобилии 4 царств 7. Не видишь ли, как вдова имела довольство во время голода. Когда обстоятельства твои делаются затруднительными, тогда особенно и надейся. Тогда особенно Бог являет силу свою не в начале, но когда человеческие средства окажутся безнадежными. Тогда время божественной помощи. Потому и отрока он избавил не в начале, но после их пребывания в пяти. И Даниила избавил не прежде, чем он был извержен, но по истечении семи дней. И так смотри не на свойства обстоятельств, приводящих в отчаяние, а на силу Божию, которые безнадежному сообщают благие надежды. Это самое и выражает псалмопевец, и желая показать, что сила Божия может спасти впадших, даже в самые крайние бедствия и погибающих, а не только в начале бедствий. Послушай, что прибавляет. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не изложил их. Видишь ли неизбежную опасность? Он вел войну не с отдельным отрядом, не с врагами, прямо стоящими против него, но окружен был со всех сторон, как бы опутан сетью и как бы охвачен тенетами. Не от одного, двух или трех, но от всех народов. И однако все эти узы расторгнуты надеждой на Бога. Но именем Господнем я не изложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в тернии. И именем Господнем я не изложил их. Видишь ли, какие великие он изображает бедствия. Не просто сказал, окружили меня, но как пчелы и как огонь в тернии. Означая пчелами стремительность нападения, а тернием силу гнева и неукротимость раздражения. Потому что кто удержит огонь, попавший в тернии? И однако этих врагов, напавших с такой силой и стремительностью, и окруживших меня, я не только избежал, но и отразил. Вспомни, как то же самое было и с веществом купины. Огонь пожигал купину, и однако ни купина не сгорала, ни огонь не погасал, но оба оставались вместе и не истребляли друг друга. Что слабее купины, и что сильнее огня. Однако дивная сила Божия чудодейственно сохранила то и другое. Подобное чудо совершилось и тогда с Давидом. Враги как огонь устремились, и как пчелы напали на него, и окружили его, и однако не могли сделать ничего. Оружие непобедимое, помощь непреодолимая, имя Божие отразило всех их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Изобразив великость бедствий, многочисленности, положением, стремительности, раздражением нападающих, он изображает и тех, что сам потерпел от них тем. Бедствия, говорит, так угнетали меня, что я был близок к падению и изнурению. Ударами их я так был поражен, что готов был пасть. Но когда я уже падал на колени и преклонялся, и все средства человеческие оказались безнадежными, тогда Бог явил мне свою помощь. Так поступает Бог для того, чтобы никто не присвоял себе славы Его. Подобное тому во времена судей он сделал с Гедеоном. Потому же и при Езекии он ночью даровал победу. Если Езекий, не участвуя в сражении, нисколько не содействуя победе, возгордился, то не скорее ли бы впал в эту страсть, если бы только был в строю, если бы видел, как падали поражаемые. И так, когда дела приходят в отчаянное положение со стороны людей, тогда Бог и посылает свою помощь. То же он сделал и про Иголиафе, и с апостолами. Поэтому Павел и говорит, но мы сами себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеялись не на себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых. «Крепость моя и пение мое, Господь! Господь сила моя и песнь! Он сделался моим спасением!» Как бы так он говорит. «Он сам стал моей силой и помощью!» Что значит «пение мое!» «Слава моя, хвала моя, украшение мое, торжество мое!» Бог не только избавляет людей от опасностей, но и доставляет им славу и торжество. И везде можно видеть, как от него подается спасение со славою. Впрочем, здесь указывается и на нечто другое. Что же? «Моя непрестанная песня, говорит, мой постоянный глаз, хвала ему! Мое дело – непрестанное прославление его!» Пусть выслушат это те, которые расплевают себя сатанинскими песнями. Какой вред они причиняют себе? Какое могут иметь оправдание? Тогда как пророк постоянно воспевает спасителя, они постоянно скверняют себя песнями бесовскими. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Когда Бог совершит все, тогда получившие победу радуются, восхищаются, веселятся сугубой радостью и о том, что спасены, и о том, что спасены Богом. Радость их составляет тот, кто даровал победу. Далее, желая показать побуждение к такой помощи, пророк присовокупляет в жилищах праведников. Не сказал в жилищах просто, но в селениях, желая указать на временное их обитание. Такова была куща Авраама, когда он возвратился, одержав победу над иноплеменниками, прославившись своими подвигами. Такова была палатка Павла, когда он возвращался, поразив бесов, искоренив заблуждение со славой их подвигов. «Десница Господня творит силу». Посмотри на причину радости. И теперь он говорит то же, что говорил прежде, показывает, что все это совершено Богом. Видишь ли, что благодеяние его состоит не только в избавлении от бедствий, но и в доставлении торжества. Сказав «Десница Господня творит силу», прибавляет «Десница Господня высока». «Десница Господня творит силу» показать, чтобы дарованную ему славу. «Вознес меня» значит то же, что прославил. «Он сделал нас не только сильными, но и славными. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». «Опасности, говорит, угрожали мне смерти, но я не умру, но жить буду». То есть такова чудодейственность Господа, что Он исхитил из уст самой смерти, предначертав в избавлении от необычайных опасностей. Еще прежде Нового Завета, образ Воскресения. Знамение этого Воскресения Он дал нам еще в начале, когда приложил Иона, Иноха. Если ты не веришь, что тела могут воскреснуть, то уверься его примером. Как могло бы тело его оставаться целым столь долгое время? Ни одно и то же восстановить разрушенный дом или сохранить ветхий и близкий к разрушению столь долгое время? Или ты не знаешь, что Господь же сотворил и не существовавшее? Тем более Он может воскресить. И есть для тебя и другой образ Воскресения, разумея, взять и Ильи, который не умер даже до ныне. Для Бога все удобно и легко. Не оставится бессильным у Бога никакое слово, говорит Писание, Лука 1, 37. Все, что хочет, то и творит, говорит Парок. Не видишь ли, как трудны для тебя дела художника? Однако ты доверяешь его искусству. Почему же, доверяя искусству подобного тебе, раба, ты требуешь отчета у премудрости Божией и не принимаешь веры совершаемого им? Не крайне ли это безрастутство? Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Не погрешит и тот, кто будет принимать эти слова в переносном смысле. Хотя здесь сказано «воскресение», слово «не умру» значит, что смерть будет не в смерти. Но можно разуметь это иначе. Не умру, говорит, другой смерти, на которую указывал Христос, когда говорил «верующий в Меня, если умрет, оживет», и всякий живущий, верующий в Меня, не умрет. Иоанн 11, 25. И возвещу дела Господни. В том и состоит жизнь, чтобы хвалить его и всем возвещать дела его. Какие, скажи мне, дела? Те, о которых он намеревается говорить, продолжая. «Строго наказал Меня Господь, но смерти не предал Меня». Видишь ли дивное дело? Видишь ли благо? Он благодарит Бога не только за то, что избавлен от бедствий, но воздает величайшую благодарность и за то, что подвергся им. И говорит о пользе искушений. Какая же это польза? «Строго наказал Меня Господь, но смерти, говорит, не предал. Та польза от опасности, что они сделали его лучшим». Видишь ли в том и в другом попечении могущества и попечения Божия. И в том, что он попустил подвергнуться бедствиям, и в том, что после избавил от них. Таким образом, пророк получил двоякое благо. Избавился и от бедствий, и от греха. Как и Павел говорит в послании к евреям. «Если нас не наказывают, то мы незаконные дети, а не сыны. Отворите Мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Тем, которые наказаны и отстали от грехов своих, отверзается врата правды. 360. Человек, наказанный с дерзновением, может говорить «отворите Мне врата правды». Эти слова можно принимать и в переносном смысле, и разуметь врата небесные, которые заключены для нечестивых, и в которые должно ударять добродетелью, милостыню, правдою. «Вот врата Господа, праведные войдут в них. Есть врата смерти, врата погибели, есть врата жизни, врата узкие и тесные. Так как много врат, то Он указывает отличия врат Господних, присовокупляя. Вот врата Господа, потому что те не Господни. Какое же их отличие? Тот, что ими входят наказуемые и скорбящие, как узкими и тесными. Они тесны, потому и входят ими скорбящие, а врата, ведущие к погибели, широки и пространны. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением». Стих 21. Не просто сказал «услышал», но наперед услышал, сделал лучшим, потому и благодарить его не только за то, что услышан, но и за то, что наказан, потому что вследствие того и услышан. Вообще у пророка часто высказывается такого рода благодарность. И она, как я говорил, и не перестану говорить, есть лучшая жертва и приношение. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла». Что эти слова относятся ко Христу, всякому известно, потому что сам он в Евангелии приводит это пророчество. «Не читали», — говорит он, — «что камень, который отвергли строители, соделался главой угла». Матфея 21.42. А что это пророчество, по-видимому, не находится в связи с повествованием. Но прервав последовательность речи, стоит посреди ее. Это нисколько неудивительно и не ново. Так изречены многие пророчества в Ветхом Завете, потому что им надлежало быть прикровенными до времени, чтобы не были истреблены и самые книги. Так и пророчество о рождении Христовом, хотя, по-видимому, находится в связи с повествованием, но не имеет с ним ничего общего. Именно «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Исайя 7.14. «Камень, который отвергли строители, зиждущими называют иудеев, законноучителей, книжников, фарисеев, которые отвергли его и говорили, «Самарянин-то и бес в тебе! Еще! Он не от Бога, но обольщает народ!» «На этот отвергнутый явился столь полезным, что сделался главой у угла!» «Не всякий камень пригоден для угла, но только самый лучший, который может соединить стены с той и другой стороны». Итак, смысл слов пророка следующий, отвергнутый и униженный иудеями, оказался столь дивным, что не только вошел в состав здания, но и соединил две стены его. Какие же стены? Уверовавших из иудеев и язычников, как и Павел говорит, «Он есть мир наш, соделавший из двух одно, и уничтожив стоящую посреди преграду. Вражду плотью своей закон заповедей учением упразднил, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека. И еще! Созданы на основании апостолов и пророков на краеугольном камне Иисусе Христе». Эти слова – великое обличение для иудеев, что они, созидая, не узнали годного камня, но отвергли, как негодный, тот камень, который мог стержать здание. Если желаешь еще более узнать эти две стены, послушай, что говорит там Христос. «И есть и ныне овцы, которые не сего двора, и их подобает привезти, и будет одно стадо и один пастырь». Иоанн 10, 16. Это было из древней предначатано, как бы в образе. Авраам был патриархом тех и других, то есть необрезанных и обрезанных. Но там только образ, а здесь истина. «Сей стал во главу угла, то есть соединил тот и другой, от Господа сие». Что значит «от Господа было»? «Совершившееся, говорит, не было делом человеческим». Никто ни из людей, ни из ангелов, ни из архангелов не мог составить такого угла. Не мог сделать этого ни праведник, ни пророк, ни ангел, ни архангел, но только один Бог. Это собственного и его дела. Кто дивен? Это есть дивно в очах наших. Угол, союз двух народов в деле благочестия, потому что из иудеев уверовали многие тысячи, и апостолы были из иудеев. Хорошо он сказал, в очах наших, потому что это дивное дело, очевидно, не для всех. И кто не изумится, кто не удивится тому, что там, где распят Христос, поклоняется Христу, и распявший его в бесчестии, а поклоняющийся ему во славе, по всей земле прошло слово его, присоединяя всех к истине. Оно дивное и для тех, которые как-нибудь узнают об нем, а гораздо очевиднее и яснее и для верующих. Поэтому он и сказал в очах наших, «В сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онычь». Под нем он, разумеет, здесь не течение солнца, но важные дела, совершившиеся в продолжении его, как называя день худым, разумеет, не течение солнца, а случившееся в продолжении его бедствия, так и под нем хорошим, разумеет, совершившиеся в продолжении его хорошие дела. Смысл слов его следующий. «Дивные дела, совершившиеся в этот день, совершил сам Бог, потому что совершать подобные дела свойственно только его единой деснице». 362. Так что может сравниться, что с тем днем, в который совершилось примирение Бога с людьми, прекращена долговременная борьба, земля сделалась небом, люди, недостойные земли, явились достойными Царства Небесного, начаток нашего естества вознесен превыше небес, отверст рай, возвращено нам древнее Отечество, уничтожено проклятие, изглажен грех, осужденные законом получили спасение без закона, вся земля и море познали своего Господа, совершилось множество и других дел, которых теперь исчислить невозможно. Представляя все это, пророк приписывает все Богу и внушает, что эти события – суть дела Божии. «Возрадуемся и возвеселимся в Оны». Говорит здесь о радости духовной, разумной, сердечной. «Возрадуемся и возвеселимся в Оны, потому что мы сподобили столь великих благ, и это немалая добродетель радоваться о благах, ликовать, веселиться с удовольствием, принимать благодеяние Божие. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» Видя благополучие Вселенной, изменение обстоятельств и перемену к лучшему, и сорадуясь удостоившимся этого, говорит «О Господи, спаси же! О Господи, спаспешествуй же!» Спаси тех, которые получают эти блага, так, чтобы они преисполнились ими и показали плоды достойной благодати, сделай для них путь удобным, так, чтобы после получения они не отпали от этих благ. Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из Дома Господне! «Наше благо состоять не в том, только что совершилось, но и в другом, лучшем! Каково? Воскресение, Царство, на встрече со Христом!» «Желая выразить все это, пророк Иптрий совокупил!» Благословен грядущий во имя Господне! Тоже говорил Христос иудеям! Истинно говорю вам, что не увидите меня до тех пор, пока не воскликнете! Благословен грядущий во имя Господне!» Матфея 23,39. Так как они часто возражались, что он не от Бога, что он противник Божий, то он и говорит им, «Вы сами будете свидетельствовать, что я не противник Божий, когда увидите меня, идущим на облаках, и воскликните, благословен грядущий во имя Господне!» Отнимая у себя словами этой хвалы всякое оправдание. Очевидность того, что будет тогда, заставит вас высказать эти слова, которыми вы прославите Бога, вместе произнесете тяжкое обвинение на самих себя. Бог Господь и осиял нас! «Вяжите вервями жертву!» «Видите к врагам жертвенника!» Пророк разумевает весь верный народ, получающий благословение в Доме Божьем. «И везде пророки ублажают тех, которые будут веровать. Почему же они ублажают? И отчего это блаженство? Потому что Бог явился им». Титу 2.11 «И появилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы в великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». «Итак, пророк удивляется здесь воплощению, тому, что Бог и Господь, будучи таким по существу своему, благоволил елиться во плоти. Явлением он называет то домостроительство, по которому Господь вселился в девическое чрево, сделался человеком и обращался с людьми. Зато, говорит, благословим вас, что удостоились такого дара». Это выражает и Христос, когда говорит, «Многие пророки и праведники желали видеть, что видите вы, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали». «Составьте праздник», говорит, «Благословен грядущего имя Господне». От пророчества опять переходит к повествованию. Смысл этих слов следующий. «Празднуйте, торжествуйте». Что это значит? Как составьте праздник. И то, и другое означает праздник, радостный день, торжество. От духовного пророк опять обратил речь к чувственному и упомянул о собрании иудеев. «Ты, Бог мой, буду славить тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. Здесь показывает, что и без благодеяний Божий должно благодарить Бога и прославлять Его ради величия и Его неизреченной славы. На это он указывает тем, что сделал такое прибавление после того, как сказал о благодеяниях, которыми было благодетельствовано. «Я и без того, говорит, буду благодарить и исповедовать, что имею такого Господа, столь высокого, столь великого, столь невидимого, столь непостижимого. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Не только Сам приносит эту жертву, но и многих других призывает в участники хвалы и благодарения и возвещает человеколюбие Божие, воспевая постоянно Его неизменяемость и величие. «Зная это, будем мы непрестанно благодарить человеколюбивого Бога и приносить Ему такую жертву, чтобы нам сподобиться и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресна и во веки веков. Аминь».